25 метров, самый глубокий в мире бассейн и прямо на территории Москвы скрестим пальчики и не будем пока много рассказывать. Моноласт. Моноласт не получается. Моноласт это моноласте. Фридайвинг, фридайвинг, фридайвинг. Для меня фридайвинг это удовольствие. Моноласте. 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 Челлендж. Ладно, ладно. Моноласт. Моноласте. Моноласте. Слушай, я люблю фридайвинг Всем привет, я Вова Архимен А я Саня Давыдов Мы в самом центре Москвы, в бассейне Чайка И сегодня наш гость, великий человек для фридайвинга Алексей Молчанов Леша, привет Очень рады, наконец-то мы дождались Мы очень долго эту встречу ждали До тебя очень сложно добраться Ты постоянно занят, ты постоянно на встречах С кем встречаешься? Работы много и вокруг фридайвинга И федерация фридайвинга наша И я ее председатель, президент федерации И бизнес, разработка, снаряжение Проекты, связанные с развитием Постройки глубокого домового бассейна в Москве Такие всякие глобальные проекты Много, много работы Круто Где будет бассейн и сколько метров в глубину? План 65 метров Самый глубокий в мире бассейн И прямо на территории Москвы Еще в процессе вот начинания Это не нужно начинания, а такого первых шагов Поэтому скрестим пальчики И не будем пока много рассказывать Круто Леша, фридайвинг, фридайвинг, фридайвинг Все для него А что такое для тебя фридайвинг? Для меня фридайвинг это удовольствие в первую очередь Я нырял с 5 лет Плавал я с 3 лет И в принципе нырял я тоже, наверное, с 3 лет Но первая поездка на море Такие воспоминания детские о море Это поездка 5 лет Тарханкут И я там нырял с рыбками С аквалангом пробовал Без акваланга Нырял за ракушками, за мидьями И каждый год мы ныряли на Черном море А вот фридайвинг как спорт Перечисли, пожалуйста Какие виды фридайвинга бывают? Есть профессиональный спорт И там есть дисциплины различные Задержка дыхания без движения Обычная Ныряние в длину Ныряние в глубину То есть когда мы ныряем в длину Мы можем нырять в ластах Без ласт И сейчас новая дисциплина Это в биластах В двух ластах Есть ныряние в глубину тоже различное В биластах В моноласте большой Без ласт браса И потроста на руках То есть достаточно много дисциплин сейчас Это профессиональный фридайвинг Любительский фридайвинг Все те же самые дисциплины И еще разрабатываются И внедряются разные такие Фановые дисциплины Мы думаем разными концептами То есть любительский фридайвинг Это вот такие веселые соревнования Интересные соревнования Вот типа там Мы сейчас думаем про концепцию Типа айрнмэна Или триатлона Может быть там что-то делать Одно, второе, третье То есть такое более массовое Чтобы был спорт И вообще фридайвинг Он очень сильно растет Как не только спорт Как вообще просто приключения Исследования Приключения именно вообще Вот связанные с животными С местами И исследования себя Своих ощущений Расслабления Там подводная медитация И вот эти вот То есть очень-очень много всего Ну, катай свой подход Велосипеде 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 Пойдем дальше Пойдем дальше Поговорим Очень-очень-очень-очень много всего И очень много у тебя рекордов Во фридайвинге Какой самый ценный? Сейчас у меня актуальных Текущих три рекорда мира 130 метров В Моноласте И он, наверное, самый ценный Потому что он для меня Самый любимый В Моноласте Мне нравится больше всего То есть другие рекорды мира Они 125 по тросу на руках 110 в биластах Они тоже интересные Но 130 Он самый глубокий Самый такой В принципе Классный Мощный Да, прям мощный Как готовился К этому самому актуальному Рекорду Гиннеса Подо льдом? Поехали Поехали Национальный рекорд засчитан Ура! Гиннеса! Подо льдом Я просто несколько раз И выезжал В Щелковский карьер И В то же самое место Где мы делали рекорд Это то же самое место Где фильм Один вдох снимался Подлёдные съёмки Фильм Один вдох Который сейчас вышел И вот для меня Это было такое совмещение То, что я ставлю Рекорд Гиннеса В том же самом месте Как помощь Продвижению фильма Про мою маму И Вот в январе Феврале Ездил на Реал Тренировался Поэтому не так Не так, что с бухты барахты Круто Но про фильм Мы ещё чуть позже спросим А какие ближайшие Спортивные цели Какие теперь рекорды Будешь бить Что осталось Самое актуальное Цели много На самом деле Мне 33 года Вот исполнилось Пару дней назад Ездил наступишь Спасибо Спасибо Поэтому Во фридайвинге Крутая штука Что нырять можно Вообще В любом возрасте И в этом пример Моя мама была Что она ныряла Вот в 53 лет И в 53 года У неё было там 40 плюс рекордов мира И я вот Для себя У меня такое ощущение Что я ещё в начале Вообще Спортивного пути Хоть у меня уже Там 18 рекордов мира Но всё равно Для меня это ещё Фридайвинг Это про расслабление И тут не так важно Вот эта молодость Взрывная сила То есть То, что Без чего рекорды мира Не ставятся там В плавании классическом Например, да То есть в фридайвинге Гораздо важнее Самоконтроль Расслабление Настрой Это то, что приходит Там с годами Даже улучшается И улучшается Как с вином Практически Поэтому Планов много В этом году Будут крутые соревнования Лето Я к ним готовлюсь Буду нарядить глубину опять Вот даже возможно Вот думаю Навернуться какие-то рекорды Поделать в бассейне Но это так вот Это сложно совмещать Глубину и бассейн Поэтому пока у меня Фокус глубина А вот смотри Про соревнования Про боль Возможно это действительно Болезненный вопрос Но всё-таки Фридайвинг близок К попаданию В олимпийскую программу Или на пути хотя бы На пути А пути Не путю Кусь Работы ведутся Люди Переговоры есть И олимпийский комитет Поддерживает И знает о фридайвинге И даже фридайвинг Транслируются Некоторые съёмки Спортивные Любительские Ну такие любительские В плане путешествий На олимпийском канале И идёт переговоры И идёт работа в эту сторону Это не так быстро Не так просто Но вот надеюсь Нам к 28-му году Будет уже Может быть Такое Шанс есть Ждём и желаем Нам нужно золото Алексея Молчанова Нужно золото Ну челлендж Смотри Челлендж У нас для тебя есть задание При котором Если ты его выполняешь То мы делаем наказание Если ты его не выполняешь Что ты делаешь Наказание Мы купили воздушные шарики Твоя задача будет Спуститься на дно Пяти метров И надуть под водой Воздушный шарик Пробовал когда-нибудь? Пробовал Ну обычно это Для демонстрации давления Поиспользоваться То есть ты под водой Надо понимать Что воздух сжатый И чтобы надуть шарик Надо его там ещё Слушай Я выдохну все лёгкие В этот шарик И у меня Я не смогу выдохнуть Все лёгкие Потому что я буду Тоже под давлением То есть я нырну У меня лёгкие уже Будут на пяти метрах Сжаты в полтора раза То есть если у меня Даже полный вдох Восемь У меня на пяти метрах Будет пять И я выдохну Свои вот эти Пять И я до конца Не смогу выдохнуть У нас есть Достаточный объём Давай не пять Давай не пять тогда Не-не-не Я попробую Ну просто я смогу Реально выдохнуть Там где-то Три-четыре литра Наверное Шарик А потом он будет всплывать Он будет расширяться Ну и ты вместе с ним всплывать Хорошо Попробуй Надуваешь шарик Ты победил Не надуваешь шарик Мы победили И наказание Хорошо? Ладно Ладно Наказание расскажем Пошли надевать гидроки Пойдём Попробуем Пойдём У нас праздничный шарик Ты сказал У тебя несколько дней назад Был день рождения Соответственно Надо тебе праздновать Мы стали Мы стали Лёша В общем Давай Ну что Выполняем челлендж Всё объяснили Погнали в воду Пошли в воду Давай Три Два Один Поехали Упаковка Лёгких Я ещё попробую Это всё Ты меня возбежал воздух Потому что я начал утекать Я выступальный не звернул Да Я это От пузырей пошли Да Дубль два. Первый раунд нашей победы. Кодный Молчанов 1-0. Пять, четыре, три, два, один. Погнали! Ну что, Леша победил, соответственно, мы проиграли, мы будем выполнять наказание, а наказание у нас какое? Шарик, который ты сейчас надул, мы набираем его полностью водой, и ты в нас кидаешь этот шарик, пока он не лопнет. У меня есть второй шарик, чтобы каждый из нас достал. Тебе надо от нас лопнуть шарик. Ну, погнали получать! Надевай маски, надевай маски! Покажи шарик, пожалуйста, Леша! Все, гонали шарик к нам, давай. Готовы? Да! Нет! Я не получил, блин, второй! Я готов второй! Челлендж окончен, шарики взорваны, мы немножечко обсыхаем, пока несколько вопросов Леш, тебя во фридайвинг привела мама, и сейчас в России вышел фильм о фридайвинге, он про нее? Фильм посвящен ей, он не про нее историю, то есть сами истории фильма, они художественные Они даже с другим персонажем, факты совпадают, там нырка на 100 метров, то, что мама занялась фридайвингом после 40 лет Но сами истории, они не из ее жизни, поэтому надо смотреть именно как прочий фильм о фридайвинге Он посвящен ей, но он художественный, вот со своими историями Какое твое отношение к этому фильму? Сам фильм очень красивый, то есть подводные съемки шикарные, они сняты были без монтажа, без всего То есть это реальные подводные съемки были сделаны на Мальте, одним из лучших подводных операторов в мире именно по фридайвингу И мне фильм понравился, он мне такая история про преодоление страхов, про преодоление себя, про сильную женщину И в чем-то это есть, конечно, пресечение с маминым характером У мамы, конечно, это более, как у любого реального человека, гораздо более сложный, мегаранный характер, чем в фильме обозначен Поэтому как фильм посвященный ей, мне очень он им понравился, и то, что он освещает фридайвинг и привлекает к нему внимание, это супер А принимал ли ты какое-то участие в создании фильма? Помогал? Я помогал, и наша федерация помогала, я лично, это работа с сценарием, это проверка, чтобы там с точки зрения фридайвинга было ближе к реальности, как бы мы этого хотели Конечно же, в фильме художественные задачи, и там все, как нам хочется сделать, невозможно, да, все равно у продюсеров, у режиссера свое видение Поэтому, ну, мы работали вот именно с сценарием много, помогали, консультировали по всем техническим моментам Помогали наши члены сборной федерации фридайвинга нашей, и как дублеры, и как члены вот именно в съемочном процессе людей И технически мы помогали, то есть все костюмы, все снаряжения в фильме, оно именно нашего бренда, семейного, в том, которым стоятся все рекорды мира и сейчас Шикарно, шикарно, но, а до того, как ты пришел во фридайвинг, ты занимался плаванием, верно? До этого я занимался плаванием много лет, и прямо перед фридайвингом занимался скоростным плаванием в Моноласте год, что мне очень помогло в плавании в Моноласте И, ну, благодаря этому я, наверное, и ставлю рекорды, в первую очередь, в Моноласте Ну, до Моноласта мы еще дойдем, а давай-ка сейчас просто проверим, как ты полтинник к ролям в 25-метровом бассейне проплывешь, давай? Давай, давай И сравним это с Моноластой тогда, в чем быстрее и какая разница будет? Хорошо, ну, я плавал, сейчас вспомним, последний раз я именно на скорость плавал, ну, кроме таких шуточных заплывов, наверное, в 16 лет, в 15-16 лет я закончил плавать Недавно Недавно, в принципе, да, уже прошло те же самые 6, столько же уже и прошло, да Супер, ну, поплыли, поплыли На старт! Хоп! Фу! 22-27! 22-27! 27, наверное 22-27! Да, ну, хрустешь! Да? Ну, ладно! Это все правда, я тебе суп даю, фля, буду Леш, а какой у тебя любимый вид фридайвинга? Помимо, ну, спортивный ты имеешь в виду или такой... И так, и так И так, и так Ну, в спорте у меня любимый, конечно же, Моноласта, потому что Моноласта, наверное, можно сравнить, как вот в детстве мы учимся на велосипеде ездить, и ты вот этот кайф получаешь, когда ты ходишь ногами, потом ты поехал на велосипеде, и ты просто чувствуешь, что ты летишь над землей, да? Моноласта – это то же самое во фридайвинге, то есть ты плаваешь, плаваешь, там, руками, ногами, одел Моноласту, и ты чувствуешь просто, что ты летишь под водой, вот это вот прям ощущение такое счастья и полета, оно сравнимое, поэтому вот во фридайвинге, ну, в принципе, не только во фридайвинге, даже вот просто тоже в плавании можно сравнить, что это такая следующая самая такая эмоциональная крутая штука, которой можно научиться после того, как ты научился плавать или нырять. Ты научился, а потом ты одеваешь ласту, и ты просто уже вот под водой летаешь, поэтому Моноласта в спорте. И в любительском таком формате у меня любимое ныряние именно вот с большими морскими животными, там, в частности, с китами. С китами. Африканьки. Африканьки тоже. Я в последней поездке с китами в Моноласте нырял рядом с китом, и они так вот спокойненько плыли, и я в Моноласте умудрялся поддерживать их темп и даже их обогнать от хвоста до плыть до головы. И такое я видел просто такой удивленный взгляд кита, там, что это такое, там, рядом с ним, вот такой догоняет и угоняет. Лангтон. Фактон. Долго не можешь, конечно, так плыть, но это круто, прикольно. Моноласт-то любимый, а профильный, который лучше всего в спорте получается. Какой вид? Вот именно в Моноласте и получается, наверное, такая связь, что то, что ты любишь, то лучше всего и получается. Ну да, логично. Ну давай тогда полтинник еще и в Моноласте проплывем. Все, пошел опять раздеваться, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 во фридайвинге самое понятное то что лежит на поверхности это сейчас наверное для всех чемпионов и так далее это организация своей школы это обучение это тренировочные там тренировки и выезды какие-нибудь за границу поэтому чего часто те кто ныряют они же потом и учат потому что спрос есть большой и люди хотят учиться при дайвинге поэтому кто умеет и кто хорошо умеет учить них есть свои вот именно такие последователи ученики и такие самые цифры 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 это же мотива зона совершенно разные то есть мы поезд какие-то лагеря могут быть недельный конец сбор за границы может быть там 300 400 500 евро человека за именно обучающую программу но это обычно такие прям с утра до вечера тренировочный лагерь например да и можно набирать группу этом многие набирают 10 человек или больше 10 человек то есть мы можно вот планирую такие события ну ладно давай без прелюдии сколько ты зарабатываешь это надо надо считать у меня больше сейчас инвестиции на чем заработка я зарабатываю достаточно хорошо но я много вкладываю бизнес поэтому у меня вот основной бизнес который связан с производством снаряжения из методика обучения которую зовут моя мама это вот такая большая международная компания уже вот но пока там с нее денег я особо не зарабатываю потому что это больше инвестиции это будет там уже через несколько лет я уже могу сказать смогу сказать пока давай так спортсмен профессионал сколько может у фридайвинге заработать там призовые может быть призовые где смотри есть крутые соревнования в дубае в которых призовой фонд и вот первое место рейнджовер спорт это вот можно выиграть там 60 70 80 тысяч евро за первое место в дубае на чемпиате там принца дубая есть другие коммерческие старты в них сейчас меньше призовой фонд но развивается они тоже развиваются и возможно в ближайшее время там будки ты тоже соревнования с фондами призовыми несколько десятков тысяч евро вполне возможно выиграть если я вот пойдет таким темпом как сейчас ну давай тогда кроме фридайвинга чем ты занимаешься еще если у тебя бывает на это свободное время у меня в принципе все связано с придавим просто я сразу сторон этим занимаюсь федерации фридайвинг это к общественная деятельность это такая работа связана с популяризации развитием фридайвинга вот работа с бассейном глубоководном с департаментом строительства и так далее федерация эта школа наталья школа фридайвинга наталья молчанова это школа это где мы учим я тоже провожу мастер-класс учу в ней это вот москве база московская и это школа же проводит выезды за границу то есть мы проводим выезды в египет на мальдивы в италию в хорошие выезды у вас куда еще проводим выезды в мексику и так далее на ибицу и где где интересно играться школа школа и международная компания молчанос это та компания в которой есть методика обучения и снаряжения это то что мы продвигаем по всему миру но ты же еще фотографируешь даже вот это хобби это хобби это не работа да то есть я вот я камера есть моя я люблю ее с собой возить и это у меня такое отдушина от работы я беру камеру монтирую но это то что вот у меня все-таки как хобби ты не против веса мы сейчас немножко побудем твоими моделями пожалуйста сфоткаю погнали наконец-то обновлю аватарку в инстаграме раньше алексей фотографировал и продолжает фотографировать китов и кошелоков а теперь нас сегодня животных настоящих тут фотографируют пойдем на животных смотрим давайте пойдем ну мы на вершине мира погода ветер дождь и наверное главный вопрос лёш ну какие планы на будущее ты добился уже очень многого если не всего к чему еще стремишься слушай про добился всего совершенно нет у меня такого ощущения общения много работы много и с точки зрения работы планов и спорта по спорту продолжать буду ставить рекорды я чувствую что запасы есть и даже в нырянии глубину 130 метров то есть у меня я чувствую запас поэтому буду дальше рекорды продвигать особенно если будут какие-то соперники иностранцы будут поджимать и для меня это будет дополнительная мотивация вот поэтому глубже 630 готов буду нырять и в с точки зрения работы буду развивать методику мамину по миру в распространять ее и продолжать разрабатывать снаряжение сейчас нашем снаряжении поставлены 50 51 курпера у нас больше всего рекордов мира вот по придаем поставлены на нашем семейном таком бренде труда труда ну и давай вот прям коротко в чем твоя цель жизни слушаем я люблю фридайвинг поэтому меня вот у меня энтузиазм весь вот такой вот прям драйв не дает именно работа в сфере фридайвинга поэтому я всю там многие годы буду развивать фридайвинг и помогать растить это сообщество поэтому я вот пока вся такая вся движуха вся энергия у меня и прет от фридайвинга поэтому я буду в нем работать в нем его развивать круто мы желаем только успехов этом будем следить надеемся дальше будет еще круче еще больше еще популярнее успехов во всем спасибо что время нашел спасибо большое было очень круто спасибо бонус друзья бонуса то что мы делаем каждую программу саня проплывает какой-нибудь ерунде и сегодня потрясающий образ образ добротной путаны зовите меня алекс не не проституткая а просто влюбчивая путан алекса давай на старт давай путана алекса нормально нормально 29 40 серьезно да ну чё думаешь я думаю что очень сильно замерз перед стартом и на плечи она свалилась рукам не давал двигаться на самом деле очень много сильно повлиял что перед стартом было ничего не повлияло ты просто очень слабый спортсмен я зато отлично алекса